испанка пандемия как способ регулирования депопуляции населения планеты глобальная эпидемия испанского гриппа в 1918-19 годах 20 века в ноябре 1918 года объявлено перемирие и окончена так называемая первая мировая война люди по всему миру празднуют окончание договорной бойни но новая опасность подстерегает человечество первая мировая война являлась индикатором распространения вируса глобальная всемирная организация здравоохранения готова к новому плановому уничтожению порядок уничтожения происходит в следующей последовательности сначала организовывается затяжной экономический кризис после чего начинают войну протягивая длинную линию фронта пандемия наносит свой удар после заключения перемирия разберем слово вирус вирус в переводе с латыни яд или слизь я бы назвал ядовитым слизь поражающие слизистые оболочки органов человека вирусы не способны размножаться вне клетки с моей точки зрения корневая основа слова вирус спрятана в слове вираль а это прилагательное прилагательное с корнем ви и окончанием раил означает райх аушу с фиу лифе бедену ген по русски сборник отраслевых технических регламентов и это программный редактор в котором вы можете программировать компоненты необходимой программы программировать вирусы можно не только для программного обеспечения компьютеров с целью вывода оборудования из строя вирусы можно программировать и для людей населяющих наш мир сравним население планеты с программным обеспечением сети компьютеров установленных на земле и выполняющих определенные задачи голограммы вселенной человеческий вирус это программа которая передается в основном воздушно-капельным путем в алгоритм этой программы заложена ее главная функция уничтожение населения по определенным критериям возраст раса пол и так далее цель пандемии это дальнейшие действия над населением в зависимости от поставленной конечной задачи в основном уничтожается дееспособное население от 20 до 40 лет старики вымирают сами а вот с детьми оставшимися без родителей можно манипулировать в нужных целях огромное количество детских домов интернатов и приютов мы встречали по всему миру после любой глобальной эпидемии слово глобальный с корнем глобаль если мы прочтем этот корень справа налево то так же как и в слове коран мы четко осознаем понятное значение слова они выдуманы в середине 80-х годов 20 века термин лобону французском означает лаборатория лг это десятичный логарифм испанка уничтожила 100 миллионов человек неясно лишь как с октября 1918 года по июль 1919 года умерла 98 миллионов 600 тысяч человек отсутствует частые могилы и массовое захоронение того времени куда делись трупы 100 миллионов людей и что с ними сделали за такой короткий промежуток времени вирусы поражающие человечество программируют в лаборатории используя логарифм жертвами испанки стали 100 миллионов человек 30 процентов населения земли было заражено и 5 процентов население планеты умерло от нее десятичный логарифм 100 миллионов равен 8 пандемия испанки началась 4 марта 1918 года а сумма цифр этой даты равна тоже 8 вы видели в начале фильма штапеля гробов на телеге гробы были изготовлены заранее и серийно случайные совпадения а это снимки пластиковых гробов из нашего времени уже готовится к новому перезапуску операционной системы планеты а уничтоженных людей будут паковать в эти пластиковые ящики и сжигать нам уже в 2018 году сообщили об уничтожении 300 миллионов человек наше время движется циклично по спирали последствием мирового кризиса 2008 года стала мировая война втянувшие в кровавый конфликт многие страны мира линия фронта растянулась от ливии через сирию до границ россии на донбассе следующим действием в этом алгоритме должна стать пандемия я назову ее например просто англичанка в этом году есть одна интересная дата 2 февраля 2020 года где цифры повторяются в зеркальном отражении сумма этой даты опять же случайно равна 8 а 8 как известно десятичный логарифм из 100 миллионов умножив 3 на 100 миллионов мы получаем уже заранее запланированное число людей которых должны уничтожить я не авгур и не пророк я буду счастлив если я ошибаюсь своих выводах приведенных в этом фильме используя свой метод исторического техника математического анализа событий мы изучаем историю прошлого чтобы понять как нам действовать в будущем благодарю вас за просмотр делитесь этим видео пока подписывайтесь на наш канал делитесь этим видео только тихонько чтобы димона не разбудить